Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На спектакль Анна Каренина приглашает театр имени Максима Горького. Зрителя ждет интересная трактовка отношений героев, оригинальной сценографии и хореографии, музыкальное и световое решение постановки. Режиссер Мортен Боргерсон. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. А в Приморской филармонии пройдет вечер романса «Не уходи, побудь со мною». Романсу можно дать определение эстрадная музыка XIX века. Хотя, как стиль музыки он стал зарождаться еще в XIII-XIV веках, его суть и тогда была такой же, как и сегодня. Начало в 18.30, стоимость билетов 500 рублей. Григорий Лепс выступит на сцене Владивостокского цирка. Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», музыкальных наград телеканалов «Муз-ТВ» и «РУ-ТВ», Григорий Лепс исполнит любимые песни поклонников. Начало в 19.00, стоимость билетов от 2,5 до 7 тысяч рублей. Группа «Ночные снайперы» даст концерт на сцене «Феско-Холл» в рамках юбилейного тура. Одна из самых влиятельных групп в истории российской музыки к своему 25-летию готовит альбом «The Best», в который войдут самые любимые хиты снайперов в новых аранжировках. Начало в 19.00, стоимость билетов от 2 до 4 тысяч рублей. Серия встреч с Андреем Аствацатуровым, современным российским писателем, филологом, заведующим кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств и наук СПБГУ проводит в Центре современной культуры хлебозавод. Тема очередной лекции – фигура женщины в литературе англоязычного модернизма. Начало в 18.00, вход свободный. Выставка «Традиционные узоры города Курайоси», посвященная уникальному древнему искусству японского ручного ткачества, откроется в залах Приморской картинной галереи на партизанском проспекте 12. В экспозиции будут представлены кимоно, предметы и одежды, гобелены и образцы полотен с традиционными узорами, сотканными вручную известными мастерами города Курайоси. Стоимость билета в 100 рублей. Всероссийский фестиваль науки «Наука 0 плюс» стартует во ВГУЭС, который станет центральной площадкой события. Мега-сайенс «Россия в мире, Россия для мира» – тема фестиваля этого года. Зачем государства объединяются и тратят миллиарды долларов на научные проекты и мега-установки? Как открытия мега-сайенс меняют нашу жизнь? Многие другие, естественно, научные и гуманитарные темы раскроют в лекциях и экспозициях «Наука 0 плюс». Начало в 10.00, вход свободный. Ежегодный фестиваль «Небо для всех», посвященный Международному дню воздушных змеев, состоится в МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Начало в 10.00, вход свободный. Полуфинал Приморской лиги Международного союза КВН пройдет на сцене «Феско-холл». За выход в финал будут бороться лучшие команды Дальнего Востока. Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. А на сцене Мариинского театра дадут одноактные балеты «Бэмби» и «В джунглях». Создатели балетов поставили перед собой непростую, но благородную задачу. Относясь к детской аудитории с большим уважением, они стремятся разговаривать с ней на равных о жизненных ценностях. Начало в 14.00 и в 17.00. Стоимость билетов от 200 до 4000 рублей. 18-й Дальневосточный фестиваль искусств «Болдинская осень» начнется в Пушкинском театре ДВФУ. Стихи и проза, музыкальное и вокальное творчество, хореография, живописи, фото, театральные постановки и музыкально-поэтические композиции, прикладное и устное народное творчество. Фестиваль «Болдинская осень» дает возможность еще лучше узнать и еще больше полюбить гениального поэта. Начало в 10.00. Вход свободный. На спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» приглашает Приморский краевой театр «Кукол». Это озорное музыкальное скоморожье, представление с песнями и плясками, яркими костюмами актеров и с куклами разных видов и размеров для ребят от трех лет. Начало в 10.00. Стоимость билета в 250 рублей. Открытое первенство Владивостока по самбо состоится во дворце спорта «Юность». Начало соревнований в 11.00. Вход свободный. Детей и их родители приглашают на день чтения, который пройдет в Краевой детской библиотеке. Вместе с русским аниматором и гостьей из Франции гости почитают бельгийские комиксы о хорошо известных сказочных персонажах – смурфиках. Начало в 14.00. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.